концу 21 века не будет ни войн не тиранов человечество покорит космос победит все болезни кроме ангины и подружится с внеземными цивилизациями во всем их разнообразии ну и в светлом будущем вас могут подстерегать неприятности такие как космические пираты или дурацкий робот-продавец который не продает больше трех порций мороженого будущее которое придумал для нас великий фантаст кир булычев книги и экранизации игорь всеволодович мажейка составил свой псевдоним из имени жены киры и девичьей фамилии матери булычева дипломированный лингвист и востоковед первые свои тексты мажейка написал для журнала вокруг света его специализацией была история бирмы и хотя в среде специалистов он считался выдающимся исследователем вовсе не труды по юго-восточной азии прославили игоря всеволодовича середины 60-х он пишет фантастические рассказы мажейка опасался что за билетристику его могут уволить из института востоковедения и вплоть до 82 года скрывался под псевдонимом кирилл булычев впоследствии сокращенным до кир булычев отдельные тексты он выдавал за переводы бирманского писателя мауна сэнджи вклад кира булычева в жанр огромен он переводил зарубежных авторов в том числе азимова борхеса спрэга де кампа клиффорда саймака в 90-е он спас от финансового краха журнал если на его прозе для детей и юношей выросло несколько поколений читателей и продолжает расти помимо всем известного цикла о приключениях школьницы алисы селезневой он создал книги из серии о великом гусляре андрея брюсе агенте интергалактической полиции кори орват о театре теней и реке хронос знаменитый роман булычева поселок входит в цикл приключений доктора павлыша на счету писателя фантастические романы рассказы повести для взрослых и детей пьесы сценарии научно-популярные работы и статьи после смерти булычева 2003 году учреждена премии его имени кир булычев один из самых экранизируемых советских фантастов его аполитичная проза закрученные сюжеты богатая фантазия привлекала кинематографистов 76 года тогда вышел казахский телефильм бросок или все началось в субботу экранизация повести умение кидать мяч картина по сегодняшним меркам наивная излишне морализаторская чего не скажешь об экранизации рассказа можно попросить нину скромная 18 минутная миниатюра что-то с телефоном будет в зрителе самые светлые чувства очень вам ее рекомендую а какой сейчас год 1942 последний день этого не может быть вы посмотрите в окно сейчас там иллюминации горят огни мчатся машины автобусы троллейбусы взгляните взгляните в окно то могу нам около затемнение да если 42 год то конечно затемнение это я помню но прошло много лет война давно кончилась ним если для всех она кончилась а для вас нет этого не может быть кажется никогда не кончится по тому же произведению снята короткометражка разновидность контактов 87 года но куда сильнее получилось радиопостановка спектакль телефонный разговор найдите в интернете послушайте там играет сергей юрский в 80-м году вышел двухсерийный фильм через тернии к звездам сценарий которому написал булычев ограниченный бюджет и требования цензуры госкино внесли в сценарий значительные правки например не была реализована идея булычева финале вместо традиционного конец написать все кадры гибнущие планеты деса сняты на планете земля такое экологическое послание и все же через тернии к звездам стал хитом и примером отличной советской фантастики там есть клоны боевые корабли захватывающие дух пейзажи музыка рыбникова обнаженная манекенщица елена метелкина кинотеатры были забиты до отказом 2001 фильм был перемонтирован и сокращен для лучшей динамики но я рекомендую любителям старой фантастики полную версию за сценарий игорь мажейко был награжден государственной премии именно тогда рассекречен год спустя вышел великолепный мультфильм тайна третьей планеты это первое появление на экранах главного детища булычева алисы селезневой школьницы из будущего производство картины длилось четыре года и были применены передовые технологии например съемка настоящих актеров и последующая прорисовка их движений захватывающие приключения алисы ее отца космозоолога громозеки птицы говорун полюбились не только отечественному зрителю знали ли вы что мультфильм имел большой успех в сша там алису озвучила кирстен данст а говору на джеймс белуши истинная классика на которой должны расти наши дети это же относится в полной мере к великолепному мультфильму перевал вариации на тему поселка далее экранизации посыпались как из рога изобилия это эпизоды в сериалах истории из моего детства молодость этот фантастический мир посредственная комедия комета и добротный фильм шанс первая экранизация цикла о городе романтиков великий гусляр гусляр появляется в короткометражке родимое пятно анимации спутник икры и забавном телефильме поляна сказок вышли мультфильмы два билета в индию яблоня копилка свободный тиран кладезь мудрости получасовая сатира в одной знакомой улице фантастическая картина похищение чародея уже после развала союза вышел странный сатирический фильм осечка тоже по булычеву булычев был сценаристом грустного и светлого шедевра георгия данелия слезы капали с евгением леоновым ниной гребешковой брониславом брандуковым там ребенок разлагается вам чем наплевать нехорошо но при всем уважении к данелию главный фильм писателя конечно гости из будущего адаптация повести сто лет тому вперед героиня придуманная в шестьдесят пятом году названная в честь дочери алисой восемьдесят четвертом стала кумиром подростков пятисерийный фильм киностудии имени горького произвел ошеломляющий эффект и стал подарком к весенним школьным каникулам советским школьникам хотелось оказаться на месте коле герасимова путешествовать с помощью машины времени гулять по космопорту искать миелофон сражаться с пиратами крысом и весельчаком у но главное познакомиться с алисой селезневой юная актриса наталья гусева признавалась что к всесоюзной популярности готова не была ее ошеломили письма потоком идущие от влюбленных в нее мальчиков даже из-за рубежа сыграв еще трех полнометражных фильмов гусева ныне мурашкевич оставила кино она занимается биологией второй фильм об алисе с той же гусевой и рядом других актеров из гости вышел восемьдесят седьмом это фэнтезийный семейный фильм лиловый шар современному зрителю могут подпортить впечатление устаревшие спецэффекты бюджету шара был крошечным но очарование актеров музыка евгения крылатого качественный сценарий и ностальгия спасают положение третий фильм остров ржавого генерала признаюсь я не пересматривал его много лет и не имею такого желания уж очень я любил эту экранизацию в детстве и боюсь разочароваться но вот честно по детским воспоминаниям фильм прекрасен хотя подозреваю что это может быть не совсем так мы бегали мальчишками и копировали голос генерала я ухота лист конце концов алису здесь сыграла 12-летняя катя прижбеляк это ее единственная роль в кино в том же году вышел мультфильм про алису узники ямагири мару по одноименной повести булычева в нулевых сняли еще два мультфильма рисованный день рождения алисы и компьютерный алиса знает что делать последний я не смог посмотреть даже для этого обзора хотя рейтинги у него вроде неплохие и гусева снова озвучила алису в 90-х чехи сняли сериал по булычеву тайна трех капитанов а поляки показали телеспектакль девочка с которой ничего не случится с пятнадцатого года анонсируют фильм пленники трех планет с папиной дочкой дарьей мельниковой и десятимиллионным бюджетом но это все в будущем а будущее зависит от нас с вами и то как будут жить школьники в конце этого века взрослые должны решать уже сейчас красное далеко не будь ко мне жестоко не будь ко мне жестоко жестоко не будь очистка моя слюка прекрасно недалеко прекрасно недалеко я начинаю уходь мельниковой и Субтитры создавал DimaTorzok